Добрый день, меня зовут Черкашин Евгений Александрович. Я работаю старшим научно-сотрудником в лаборатории комплексных информационных систем Института динамики и системы теории управления имени Матросова Сибирского отделения Российской Академии Наук. Представляю свой доклад «Инструментарии анализа классификации и интерпретации сцен». Вы все знаете, что в настоящее время искусственный интеллект чаще всего ассоциируется с машинным обучением, и, как правило, это нейронные сети. Они могут включать алгоритмические структуры, свертки, и они бывают, например, генерирующие, например, могут прождать тексты даже какие-то. Кроме того, в качестве машинного обучения используются модели регрессии, таксономии, классификации и тому подобное. Они обладают известным ограничением, их невозможно, то есть сами модели, проинтерпретировать как цепочку преобразований входных импульсов-выходных, то есть входных данных-выходные. Искусственные нейронные сети — это лишь набор коэффициентов. Другое ограничение — это очень сложно использовать анализы динамических свойств объектов. Например, у нас есть последовательность сообщений, сообщения между какими-то участниками общения, и вот вопрос, существует ли в процессе общения построение плана саботажа промышленного объекта. Продвинуться в направлении повышения уровня анализа, классификации и интерпретации данных можно при использовании логического вывода, логического программирования, то есть систем, основанных на знаниях, когда в качестве исходных данных будут использоваться результаты машинного обучения, результаты применения моделей машинного обучения. Основная цель нашего нейрокара — это разработка технологий, для того, чтобы анализировать вот эти тексты, представлять процесс анализа в виде формализованных знаний. Решаем следующие проблемы. Во-первых, каким образом мы получаем из алгоритмов анализа текстов, основанных на машинном обучении, или там алгоритмов, основанных на использовании, например, регулярных выражений, то есть каким образом в этих объектах получать свойства этих объектов. Вторая задача — связать эти объекты друг с другом логически, то есть, например, они представляют собой некоторый сценарий или экземпляр этого сценария. Разработать приемы формализации этих сценариев средствами объектно-ориентированного логического программирования, лог-ток, сформулировать методики хранения этой информации таким образом, чтобы можно было независимо проводить анализ этих сценариев, применять вот эти алгоритмы машинного обучения. Ну, а также реализовать тестовые и практические приложения. Что такое сценарий? Это смена состояний элементами вот этой вот самой модели. А для этого нам нужно определить, как объекты переходят из состояния в состояние, какие свойства меняются при каждом переходе, какой допустимый набор этих состояний, и какие состояния обладают критическими признаками для принятия решения. То есть, когда нужно, кстати, принимать решение о том, что вот этот набор сообщений, он связан с проектированием некоторого плана саботажа. Анализ классификации базируется на построении системы моделей. То есть, нижний уровень — это результаты распознавания методами машинного обучения или какими-то другими алгоритмами, достаточно простыми. Далее мы их объединяем в некоторые сценарии. Так уже какие-то свойства начинаем у этих объектов определять. То есть, свойства — это то, что отличает конкретных сценарий от некоторой общей постановки, ну то есть, класса сценариев. Ну и также можем строить модели более высокого уровня, которые уже эти сценарии объединяют в сценарии более высокого уровня. Вот, и получается, поставление конкретной сцены, ну то есть, то, что мы там выявили, да, к одному из этих вот вариантов сценариев — это как раз решение задачи классификации. И при этом мы получаем вот эти вот дополнительные параметры, которые характеризуют уже конкретных сценарий. Этапы интерпретации — это преобразование вот этого сценария в какой-то другой, ну там, объект, например, или другой сценарий. Ну вот, в отличие от тех же компиляторов, заключается в том, что процесс интерпретации, он зависит от модели контекста интерпретации. То есть, интерпретарь тоже общего вида, ну то есть, трансформатор, да, модели получается. И его работа зависит вот еще от одного параметра, то есть, от модели контекста. В нашей работе мы занимаемся тем, что мы разрабатываем технологии для порождения структур объектов для конкретных языков программирования, основе каких-то моделей. Ну вот, в частности, была такая задача, где мой пакет «Мотор» предназначен для построения процедур анализа генетических данных высокопроизводительного секвенирования и РНК в виде вот таких вот блоков Data Flow, диаграммы для программного продукта RapidMiner Studio. То есть, при помощи вот этого набора блоков мы можем представлять процесс анализа ДНК. Изначально «Мотор» предназначен для программистов, то есть, программисты строят сценарии совместно с биологами. Но вот хотелось бы так, чтобы биологи могли это делать сами. То есть, для того, чтобы вот в эту RapidMiner Studio поместить эти блоки, нам нужно реализовать Java-код, ну и там соответствующие структуры данных, описывающие структуру самого прикладного пакета. На этом слайде основная процедура трансформации представляется. Она реализует Model-Driving Architecture, то есть, создание программных систем на основе трансформации моделей. Трансформации моделей здесь происходят следующим образом. То есть, берутся абстрактные модели. Вот это вот CIM называется Computational Independent Model. Вычислительно-независимая модель, она представляет собой модель предметной области, но также включает, помимо базовых объектов, базовых отношений, она еще в себя включает различные цели, какие-то ограничения и тому подобные вещи. Ну, то есть, там можно реально какие-то объекты и взаимодействия посмотреть в общем виде. Платформа-независимая модель отличается от вычислительно-независимой модели, потому что там уже есть какие-то структуры, уже присущие именно к реализации на каком-то языке программирования. То есть, есть понятие объекта, типа данных, еще чего-то. Но вот само представление, оно еще не зависит от языка реализации, не от базы данных, где она там будет реализована. И вот задача трансформации заключается в том, чтобы добавить в платформу-независимую модель специфику, касающуюся конкретного набора программных технологий в конкретной платформе. Ну, то есть, например, нам нужно сгенерировать базу данных, для того, чтобы создать информационную систему, создать структуру объектов, сделать какое-то взаимодействие между этим объектами и сгенерировать элементы пользовательского интерфейса. Так вот, вот этот вот набор прямоугольников нижнего уровня, это и есть сценарий. Сценарий, который нам нужно реализовать, для того, чтобы эту информационную систему создать. Каждый шаг этого сценария мы потом можем представить в виде исходного кода. То есть, это вот процедура преобразования моделей, учитывающей платформу, то есть, на каком языке, в какой базе данных это сделано, на какой операционной системе она там будет взаимодействовать. Мы вот эту специфику можем уже в исходном коде учесть. И вот преобразование от этих абстрактных моделей к конкретным происходит при использовании вот этой вот модели платформы. Внутри модели платформы есть информация о том, что какая конкретная база данных используется, какие методики программирования используются, методики описания базы данных. Эти вопросы как раз они в этой модели описываются. Вот. Что касается вот этого матура, да, каждая операция в матуре представляется вот в исходном коде вот таким вот образом. Вот вот, скажем, параметр может быть, параметр входной, параметр выходной или параметр управляющий тем, как сама операция выполняется, пользователям задается. Такие-то коэффициенты, например. Вот из-за этого мы прожидаем Java-код в таком вот виде, то есть класс, поля, там какие-то методы. Ну и частично реализуем то, что вот эти методы должны выполнять. Ну вот, например, DoWork занимается тем, что запускает вот этот блок на вычисление, то есть входные данные принимает и передает выходные данные. Ну а мы здесь просто запускаем конкретные модули из матура. На первом этапе мы исходный код анализируем при помощи регулярных выражений на языке Python. То есть это, ну, практически чистая алгоритмическая процедура, вот она соответствует тому, что делает машинное обучение. И результаты записываются в граф знаний. В графа знаний, как пример, он описывает вот этот наш программный пакет Matur. В Matur есть операция LineCheck. Вот, у этой операции есть параметр ID. И у этого параметра есть различные характеристики. То есть как он называется, какого типа этот параметр, требуется ли он обязательно при запуске этого модуля, ну и так далее и тому подобное. Анализ происходит, то есть это вот полученная информация хранится вот здесь вот в базе данных. На этом слайде представлена схема. То есть в базе данных хранится также вычислительно независимая модель. Берем визуальный UML-редактор, на нем строим вот эту вот модель, и она потом конвертируется в RTF. То же самое с платформой независимой моделью. Она тоже в эту базу данных попадает. То есть все в этой базе данных хранится в виде вот этих троек. Эта подсистема занимается трансформацией непосредственно. И в процессе трансформации мы можем использовать не только данные модели, но и внешние какие-то данные. Ну, например, спросить, как переводится слово Passport с английского на русский. Удибипедии. В качестве языка реализации выбран язык программирования лоттока. Относительно новый язык программирования. Он обладает следующими свойствами. Значит, наследует все свойства ISO-пролога. То есть это его отличает от того же языка программирования Visual Prolog. Вот он свободный. То есть его можно использовать в любых проектах. Реализован в виде макропакета. То есть в кавычках правильный метод его использования заключается в том, чтобы не создавать динамические объекты. Тогда накладные расходы будут всего 1,5%. Лотток, ну и Prolog, соответственно, это абстрактные языки. То мы можем и трансформации представлять, и анализ, и какие-то ограничения задавать. Можно использовать параметрические объекты. То есть это вот просто некоторая запись, что вот существует. Окружность с параметрами. И вот к этой окружности мы можем сделать запрос. То есть посчитать у него площадь. Объектно-ориентированный аспект локтока позволяет производить различные манипуляции с базой знаний. То есть структурировать знания. То есть наборы правил. Проводить их инкапсуляцию. То есть скрывать за какими-то фасадами. Заменять эти какие-то части одни и другими, например. Также мы можем при помощи так называемой категории создавать комплексы знаний. Ну то есть собирать их в одном объекте, например. В языке существуют механизмы фильтрации при передаче сообщений. Например, на первом этапе мы реализовали взаимодействие между ними объектами, а потом мы можем ограничить это взаимодействие какими-то условиями. Тоже очень интересное свойство. Этот макропакет, он настраивается над различными реализациями ISO-пролога. Например, пролог XSB ориентирован для работы с таблицами. И вот вы все его свойства можете задействовать в вашем проекте. База данных, хранящая модели и исходные данные, ну а также промежуточные данные, представляет собой граф знаний. И вот на этом слайде как раз эти все свойства графа знаний мы перечисляем. Ну и теперь рассмотрим пример. Каким образом реализуется трансформация и анализ сценариев. Здесь образно изображен такой процесс, то есть это данные, в которых мы пытаемся сценарий найти, а это генерируемый объект. То есть сначала мы запускаем процедуру выявления каких-то объектов с заданными свойствами, потом для этих объектов мы создаем здесь структуру. Ну и так далее. То есть последовательно мы строим в частности исходный код. Предикат представляет собой метод, ищущий в модели UML в диаграмме классов классы и их атрибуты. То есть вот здесь написано, что найти все классы и для них сгенерировать атрибуты и сгенерировать методы. То есть их найти, распознать и сгенерировать. Объекты лобтока очень удобно использовать как фасады для борьбы с недостатками выразительности вот этой технологии RDF. То есть в RDF граф представляется тройками. Субъект, предикат, объект. Если нам нужно, например, представить какой-то трехаргументный предикат, например, Вася возит Лену на машине Леши, то нам нужно тогда делать анонимный узел, так называемый B-ноут. При помощи вот этих предикатов и объектов мы можем, собственно, собрать это все обратно. Например, вот атрибут у нас отношения, имеющие три аргумента, да. Имя, класс, которому он принадлежит, ну и, собственно, какой-то внутренний идентификатор. Потом, вместо того, чтобы пользоваться вот этими двумя наборами, то есть этими двумя предикатами RDF, мы будем использовать атрибут. Пример такой более конкретного сценария, то есть это вот процедура, который конкретно генерирует исходный код классов, например, в языке Python. Категории. Категории — это конструкции, которые являются дуальными интерфейсом. То есть интерфейс задает у нас контракт взаимодействия между двумя объектами, а категория, она задает набор объектов, которые решают одну общую задачу. Ну вот, например, в языках программирования очень часто используем различные перечисления, идентификаторы. Например, вот name, запятая, string и так далее. Вот такие перечисления, то есть не обязательно идентификаторов, мы можем при помощи этой категории реализовать. То есть, например, вот тут можно использовать метод, который, собственно, прождает строку с этими перечислениями. Также можем эту категорию расширить до категории вот этих идентификаторов, которые имеют некоторый тип. Ну, то есть, например, здесь был язык Python, и там идентификаторы перечисляются без типов, а это язык Java, например. На этом слайде приводится пример того, как мы можем скрыть запрос Sparkle, например, к DBPedii. Ну, здесь, например, можем узнать, как называется какой-то объект. Ну, например, как переводится на русский язык, паспорт. Ну, и таким образом, что можно сказать про накопленный нами опыт. Лакток и вот семантический веб достаточно гибки, чтобы реализовать все нужные нам элементы решения, то есть анализ, классификацию, интерпретацию данных. То есть мы можем спокойно хранить данные, слабо структурированные, да, в этом графе знаний. Ну, и реализовывать вот эти вот процедуры распознавания. Наиболее полезным свойством часто используем, это, конечно, инкапсуляция. То есть за предикатами и за интерфейсами классов мы можем скрывать какие-то сложные процедуры анализа и при этом обращаться к ним просто через этот интерфейс. Не все свойства лактока мы изучили, и это требует еще определенного времени, чтобы их изучить. Результаты можно представить в виде какого-то учебника. Получен опыт мы сейчас конкретно используем для анализа PDF-документов, в частности, это учебных программ. То есть учебная программа, она по определенному сценарию строится. Есть задача, собранная с сайта университета учебные программы, проанализировать и построить модель учебного процесса. И тут весь инструментарий, он оказался весьма-весьма полезным. Хотя эта задача намного проще, чем вот так, которую мы с мотором рассматривали. Цель анализа PDF-документа – это создать RDF-а-разметку. Ну, то есть представить в виде HTML-документа с этой разметкой. Для полученных документов мы создаем веб-сервис редактирования, так чтобы каждый элемент этого документа редактировался своим собственным способом. То есть текст редактировал с текстом в редакторе, перечисления можно было добавлять, строить иерархические списки, например, тематика содержимого, анализировать литературу, в том числе книгообеспеченность. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что в рамках наших исследований мы разработали методики представления алгоритмов, представления данных. Научились вот эти сценарии представлять в виде объектов локток. Разработана методика представления сценариев распознавания трансформации в виде иерархиологических объектов. Вот эти все объектно-ориентированные свойства мы используем. Накоплен некоторый опыт реализации конкретных задач, анализ слабо структурированных документов в частности. И существенность технических проблем пока не выявлена. Создать какие-то уже готовые библиотеки для решения конкретных задач, распознавания. Если требуются исходные коды, их можно найти вот в этих вот разделах. Спасибо за уделенное внимание.